Целем небесных, утешителю души истинной, И железней, и вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю, и религии вселися мы, И очистены от всяких скверных, и спаси Боже души наши. Спасибо, Богослови. Богослови Господи, в Тебе славу. Спасибо. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. Толкование. Сперва соль, потом свет. Учение сначала неприятно, потому что обличает человека, Но потом оно делается утешительным, ибо просвещает ум его. Кто обнаруживает дело мое в тайне, тот есть свет мира. Тефисианам 5.13. Все же обнаруживаемое делается явным от света, Ибо все делающееся явным свет есть. Апостолы просветили не один город, но весь мир. Так получает их подвязаться и быть внимательными к своей жизни, Ибо на них будут смотреть все. Не думайте, говорит он, что вы будете укрываться в каком-нибудь углу. Нет, вы будете на виду у всех. А потому старайтесь жить непорочно, дабы не сделаться соблазном для других. Вот такие слова, которые применимы на все столетия. Вы свет мира. И что делается известным, что вы делаете, прославляет Бога. Я говорю о том, что сегодня мы делились. Вот в интернете. Вот мы ездили. А что вы об этом говорите? Написано тайное. Левая рука не знает, правая. Куда попала лепет? А кто будет знать? Кто будет подражать, если никто не будет знать? Ну вот у нас был архиевий 16 сентября, а сегодня 20 местный митрополит Сергий Иванович. Ну мы не засняли бы этого. А люди мне пишут, мы ждем, знаем, что у вас престольный праздник, какой-то архиевий. Ждем этого ролика. И для тех, которые безумствуют против нас, священников, то вы еретики и то другое. Они с сегодняшнего дня, как только посмотрят, они даже сразу не северетики митрополита. Они как? Если митрополит или священник молился с еретиками, он сразу в запрещение попадает. Каноны? Каноны уже действуют в вселенских соборах по месту. Они не понимают, и поэтому обращать внимание на них нельзя. Они безумствуют. А почему? А это не он делает. Это делает дьявол, который залез в рот. Я только сейчас одному отвечал такому. Он что попало, говорит. Из-за Никитинского спор разгорелся. Священники его тянули. Он гвоздя забить не может. И он абсолютно безразличный. Пройдет мимо, хоть сто убитых не затормозит. Он настоящий священник, по-нашему сказать. Как вот знакомый говорит. Но он исправляться начинает, работает. Вот, когда говоришь людям, ну они, ну а как узнать, православный или не православный? Очень просто. Вот у нас тут поехал один. Зачем он поехал? Посередине, я не знаю. Русаков Константин Владимирович. Завкафедры. Два образования у него, как называют, высшие. Он у меня был представителем защитника на суде. Человек прямо горит. Ненавистью к коммунистам. Где он сошлось, здесь. Он поехал, его там встать, порубил. Ну можно ли молиться? Можно. Он иногда бывал в церкви. Иногда бывал. Он настоящий православный. Он пил. Даже запоем. Он курил. Не пренебрегал матерками. Ну и разведенный, все как надо. То есть у него все качества православного. Почему за него не помолиться? Это явно не баптист был. Потому что баптисты не пьют, он пил. Сам по себе новый человек. Там организовал профсоюз на ГТРК, на радиовещание. Газету возобновил. Он первый напечатал про царя. Я ему дал материал. Очень близкий ко мне был человек. Но он православный. Я сказал, Господи, он вот такой был. Ты прости его. Поехал. Он для людей старался. Никого он не убивал. Съел в кабине снайпера. Откуда-то. И сразу убил его. Здоровый, крепкий мужчина. Так и здесь. Вы свет. И вот представьте во времена Христа. Были верующие. Вообразим на минутку отключился от сегодняшнего дня. И в то время был вот такой видеоаппарат, который сейчас ведет съемку здесь по теряльке. И вот прочитали бы, как Христос. Показали бы, как Христос. Ну а рядом дубляж, на русский язык перевести можно. И как Христос говорит. Как приходит, а женщина плачет волосами, отирает. Как он ловит рыбу. Не кино, а настоящее, реальное, тогда снятое. Хотели бы, вы сказали бы, нашелся человек, который в то время уже изобрел. И было это. Было. Сейчас показывают снимки, которые 30 лет назад и люди идут разговаривать по телефону, по мобильному. А его изобрели-то совсем недавно. Значит, он был и где-то скрытый был. Но такое есть предположение. Отказали из дома от этого? Нет. Если бы твои родители были в то время живые, был бы аппарат, и ты бы кто-то их снимал, как они беседовали, дают наставление тебе. Хотела бы ты посмотреть, а ты бы бегом побежала. Почему сегодня-то вы, я не о вас конкретно говорю, протестуете, когда запись-то идет. Записали? Теперь всем видно, мы не редики, он меня причащает. При нем, я говорю, пробуют по его желанию. Еще в прошлое, ко кресту подходили, а он мне сказал, скажите пробовать, Игнатия. Это чего-то стоит. А человек, который бурщит, там ворщит, он-то ничего не имеет, ему никто не скажет. И у него рядом архиерия, никогда не поможет. Так ты делай поправку, что я мирянин. Чтец, то есть самое минимальное должное, чтобы только войти в алтарь можно было, не будет, а тем более я не захожу уж, только крайне необходимо. С Библии зашел, благословился, меня он благословляет, я Библию по... Ну, все как положено, взял кресло, улыбается. И в ту же, и говорят, как некоторые люди говорят, бухтят сидят. Что? А еретики, раскольники, сектанты. Но это еретик теперь и епископ, мегаполит. Нам он подарил журналы, показано, что он находится рядом там с патриархом, и все они с Путиным. Путин дальше проповедь говорит, свою речь говорит, патриарх, видите, я как считаю, что Путин проповедь, а патриарх речь говорит. Тысячелетие представления князя Владимира. Это праздник большой, что наконец-то он умер. Празднование. Дата какая? Ее надо их даты круглой, а ее нету. Поэтому он не мученник. Мы это все приняли как есть. Вот этот свет города, наверху горы, он не может укрыть. Не может. И поэтому, если ты узнал, ты Бога прославляй. Я бы рассказал про этого Константина Высакова. А ты можешь когда-то воздохни о нем. Он много добра сделал для нас. У меня суды были очень тяжелые, и он бесплатно выступал везде. Готовился как юрист. Это все для книги, в книге для Слова Божьего нету, все отображено. Ты бы не хотел, но все равно люди будут видеть, будут говорить. А прятаться не надо. Прятаться, это говорится, речь идет о милостыне. Подал, и надмивается там трубит. Подал, не подал. Это никакого значения, может, не имеет. С какой целью подал? С намерением, с настроением. Вот это Бог будет судить. И что у тебя после этого осталось? Пятнадцатый стих. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Толковым. Я, говорит, зажег вас благодатный свет и поставил на высоте, дабы вы светили всем. Чтобы этот свет благодати не погас в вас, и чтобы свет в вашей жизни светил и другим, это дело вашего подвига. Не сказал, вы показываете свой добродетель. Это нехорошо, но светит она сама. Так, чтобы самые враги наши поделились и прославили не вас, но Отца вашего Небесного. Вот в каждое слово, когда вдумаешься, как все становится на место, множество споров исчезает. Во-вторых, не укрыться. Это бесполезно. Люди будут искать, будут находить, будут ставить пример. Этого не надо бояться. Апостол Павел все говорит. Я больше всех потрудился, больше был грузов, больше, больше. Подражайте мне, как я Христу. Почему Павел-то не обвиняется? А сегодня, как услышали, что-то сказал, вот так было. Ой-ой-ой, да как раз примеры из личной жизни более людей убеждают, чем написанное. Говорят, невозможно. Сегодня невозможно. Я доказываю, возможно. Вот возвращаются из тюрьмы, когда люди говорят, да ты был там, да хоть раз посмотрел. Кому там говорить? Там отпетая голыба. Я свидетельствую, может, откуда вам знать? А я был там. И можно свидетельствовать. Можно благодарить. В любой обстановке. Я один вопрос задаю. Почему? Спрашиваю отца Глеба. Вербовали? Да, вербовали. Это Кремль. Ему сказали, половина срока сразу скостил. Они не обещают выпустить. Но половина срока они могут. Они реально ему говорят. Скажи, кто тебе дал доклад Фурова? Где говорится о том, как архиереи служат советской власти. Патриархии. Которые прямо сами стараются идеи партии проводить власти. Не ревнует о том, чтобы храмы сохранить, людей к Богу обратить. И он это все опубликовал. Но явно, что вынес не он, а его вынесли. Он не сказал. Ему по полной катушке дали 7 лет. Его сейчас нет, он уже умер в этом году. Вот так. Не может город укрыться. Ему предлагали сотрудничать. Зоя Крахмальникова. Мне ни разу не предлагали. Ни разу, нигде. Я говорю, почему? У всех была кличка. Я узнаю. Проходишь, допустим, ты. Тебя назовут одним именем. Но почему? Вот называют этот был Дороздок. Патриарх Алексеев II, у него кличка КГБрская была. Дороздок. Проходил он под этим. Почему? А он защищал диссертацию о Дороздове. Митрополите, Филарите. Вот. У этого, у Кирилла Михайлов. И везде, где он был за границей, на всяких съездах. И везде Михайлов выехал куда-то. Я тебе знаю, чтобы случайно кто не разоблачил. Все раскрыли. А кто? Где? Глеб. У него оказались архивы. У него друг был Крючков. Председатель КГБ. Я, говорит, так писал все. И тайно выносил. Писал и выносил. И когда узнали баптисты, а почему про баптистов нет. У нас, значит, не было. Он говорит, еще больше нашего было. Предательства. Работы на власти. Надо узнать. Я спрашиваю. Написал бумагу в КГБ местное. Алтайское краевое КГБ. Скажите, пожалуйста, какая была у меня кличка, когда следили? И мне главное это. Это не по нейпархии. Ответ пришел. На бланке. У вас клички не было. Вы проходили под своей фамилией. Они мне не могли кличку найти никакую. Только потому, что слишком ясно было, что все это открыто. Вот я знаю одного, он в Америку поехал, там Попков. Ну, хороший человек. Просто хороший. У него кличка Клоун. Даже может не понравится. Кличка есть кличка. Но, значит, что-то в этом кроется. Ты должен светить. Я спрашиваю. Вот вас судили. К вам кто вас судил? Начальники кто-то приезжали? Судья, следователь. А зачем вы приедете? Да будь они прокляты. Жизнь мне все испортили. А ко мне приезжали. Покупали книги. Полковник КГБ. Значит, судья, который меня осудил, Макаров, Владимир Александрович. К Акустинам Владимир Александрович. Он мне книгу купил. Да вы, наверное, нас проклинали там до 10-го колена. Я говорю, мы молились за вас. Как он разжалобился. Второй генерал встречается. Я говорю, мы молились за вас. И он всем прокурорам говорит, вот. Мы его ограбили, все отняли, посадили. А он молился. Знаете, он меня без ножа зарезал. Я говорю, хожу все время и думаю, да как же так. Он свет светит. Хочешь ты не хочешь. Бог так сделает. И они будут вспоминать и другим передавать. Не проклинал. Мы молились за вас. Желали блага вам, чтобы вы познали Христа. Он на Пенсии теперь уже находится. Это Щернышок Владимир Павлович. А все вспоминает. Пожалуйста. 16 стих. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Толкование. Посему, когда мы делаем доброе дело, то должны делать его не для своей славы, а для славы Божьей. Иногда говорят. Ну вот, вы молитесь открыто, вас видят, даже засняли. Значит, кто-то видел. Он написан, закрой комнату, тайне молись. Я говорю, в тайне и молись. А кто снимал-то это видел? Раз он снимал-то. Еще кто-то был. Договориться о том, что желает получить славу на углах улицы. Славу. А сегодня ты молишься, если какая тебе слава? Он тебе заедет в задний счет. Все тут устроил, молелью мне на улице. Я напрашиваю. А я перекрестился. Я сказал, не крестись. Я говорю, крестился, не крестись. Он как ударил по выке, вскользко. А другой по-своему загаргатал, что-то кудерев там капитан. И тут сразу раскунулся. Я так просто, так вы и по-славянски считаете, оказывается. Он говорит, надпись КГБ стоит. Не прикасаться пальцем к этому человеку. Мне потом сказали. Надпись надели, впереди, на корочке. А он этого не знал. Зверюга, Дулубай, в лагере. И ничего. Ему рассказал о Христе. Бог за нас, кто против нас. И поэтому уповай на Бога. Главное быть светом. Работай, трудись, не отказывайся. У нас бывает часто, разные причины ищут, чтобы отказаться. А почему я? А почему не другой? Это ничего христианского там нет. Вот мы сейчас делаем, вы посмотрели, как мы упарились на этих вот плотинах и все делаем. Посмотри в окно, сколько весу. А мы каждый день благодарим, Господи, какой ты хороший наш Бог. Ты нам эту работу трудную оставил, невыполнимую. А может быть, мы ее выполним нынче, и вода пройдет мимо, не пройдет плотину. Да у них тут будет все по-другому. Понятно? Мы благодарим Бога, что Он нас избрал на трудную работу, трудную работу. Очень ценную. Повторяю, тракторист уехал. Только я ему переплатил 110 тысяч. 110? Вот сейчас договаривались с долговым Женей, он обещал вчера, приехать не приехал, чтобы скрепер, грейдер, выровнял дорогу. А мне надо грейдер вызывать четыре раза. Четыре раза он должен с подсекной приехать сюда. За 20 километров. По-другому никак. Руками не разгладить. А сделает это как Богу угодно. Вот сейчас песком засыпать, песком, 60 тысяч. 60 тысяч надо, только на один песок. Не считаю щеби. Понимаешь так? А силен Бог сделать? Силен. Так это открыто, вы говорите, да, открыто, нашего ничего нет. Да воздаст Бог, добро, вершись, и кто помогает. Это не наши деньги. У меня нет ничего. Так это еще не последнее. Такие дешевые. 2,5 тысячи кубометра стоят. Мы 6 кубометров, мы уже 50 тысяч с меня высчитываем, чтобы дали саму хороший вес, потому что мы его под воду толкаем. Бог. Считайте мне. 17 стих. Не думайте, что я пришел нарушить законы или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Толкование. Так как он намеревался ввести новые законы, чтобы не подшли его противникам Божиим, он в отвращении такой мысли говорит. Не нарушить пришел я, но исполнить. Как же он исполнил его? Во-первых, он исполнил его совершением всего сказанного о нем пророками. Посему евангелист часто говорит, да сбудется реченное тем или другим пророкам. Он исполнил законы в том смысле, что исполнил его. Ибо он в полном совершенстве начертал то, чего закон представлял одну тень. Закон сказал, не убей, а, Христос, не гневайся напрасно. Когда говорят, не убей, это в Ветхом Завете. Да вновь даже не гневайся. Что ты, про не убей, ты уже вещи никакой нет. Всякий гневающийся, и есть человекоубийство, то он просто гневается. Шкала поднята. Там нужно было стрелять, пихать, ткнуть. А здесь просто гневайся, и тоже результат. А то сегодня можно воевать. Кто, Попы благословляет, Пиларет Киевский поехал выпрашивать оружие, оружие выпрашивать в Америке. Здесь свои благословения. А вот внезапно бы сейчас все сказали себе, что я по заповеди Божьей. Вот одного знаю я. Вы, может, видели фильм «Форп-пост». Там Михаил Жак, там монастырь, сколько там монахов, 190, кажется. И они уже, если не ошибаюсь, две с лишним тысячи, даже больше, детей только набрали. Дети, зараженные СПИДом, брошенные родителями. Называется «Форпост-Пиль». Кто его видел? Видели? Какой он богатый. Ну, его руку положили Лонгер. Лонгер теперь, епископ Лонгер. Не Михаил Жак, а епископ. И он выступил прямо. Прямо выступил, ну, наверное, на украинском языке, там, на украинском, какой. Матери, не отдавайте своих детей на Украине в армию. Не отдавайте. Воевать против русских братьев. Все, его убьют. Убьют там этот правый сектор. Не убили по сей день. Скачок Андрей бежал оттуда. Что он там говорил такое? Бежал. Как он, тайно. Как Янукович здесь он находится. А этот прямо епископ призвал. Почему с этой стороны никто не призвал? Не посылайте, не отдавайте своих детей. Это наши родные братья Украина. Против кого воевать-то? Вообще воевать не надо. Не говорил, что там православие. А там москалаки на гирляху. Но это они. Но ты-то не говори. А ты скажешь, желаю блага Иерусалиму. Желаю блага Киеву. В Москве. Чтобы был мир везде. Мир Израилю. 18 стих. Ибо истинно говорю вам. Да коли не приедет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. Толкование. Здесь показывает, что мир придет и изменится. Посему говорит, что пока стоит вселенная, не придет ни малейшая буква из закона. Ну и йота, знаете, что такое йота? По-нашему и кратко. Черта это черточка. Ну а ты можешь узнать, что уменьшили сегодня йоту или черту? А как ты узнаешь? Ты не знаешь, сколько было. Если ты знала, что у тебя во дворе шесть коров, а одна не пришла, ты сразу высчитаешь. А где моя корова? Одной-то не хватает. Я поставил задачу. Высчитать, сколько йота и кратко во всей Библии. И сколько черточек. И вы данные эти выдал. Потратил время, конечно. А зачем это? Повеление прямое, не потерять. Прямое тело. А так ты буквально понял. Я знаю, что уменьшили. Но буквально тоже охота знать. Вышел сеять и сеять. Ну почему один раз не посмотреть, как он сеет-то? Все в духовное переворачивание. На неделе птицы поклевали. Я вижу, как они клюют рассыпанное зерно здесь на наших ухабах. Ну один раз, и теперь тебе легче это запомнить. Я прямо вот теперь... У меня сколько запятых, сколько двоеточек, сколько знаков в девятом доме открытым окном. Все высчитал. Все. Сколько букв в каждой книге. Сколько слов, сколько стихов, сколько глав в каждой книге. До буквы. До одной буквы. Интересно. А сегодня берут, где и ссылаются уже на наш труд. Интересно. Ты не засыхай на этом месте. Встала. Я как-то беседовал, брал интервью у Розова Сергея. Это драматург старейший в Москве. В литературном институте. Ну обычно как начинаешь. А можно я вас запишу? Ой-ой, не надо. И под каким видом. Узнаю. Выгоню. Он мне в микрофон и дурок. И начал отвечать. Я говорю, где вы были в последнее время? Ну 6 месяцев я в Китае работал. Преподавал студентам там это, китайским. Перед этим я 7 месяцев в Японии преподавал. Человек какой? Я говорю, у вас не бывает так, что как у учителей первых классов? Мама была, Рама была, мама там. Ну и с места не сбегается. Я говорю, студентам задаю вопрос. Скажите, что было интересного у вас вчера 6 дней? А что? Он такой как испуганный. Мы только узнали, куда он ходил к Таньке, к Маньке. Только это его интересует. Да не об этом я спрашиваю. Вообще, какой у тебя интерес в жизни? Поел. Вот так ты ел? Да, ел. Помочился, сходил. Ну как-то неудобно и говорить. Ну да. Ну я судил, что ты все равно был. Ну а дальше-то что у тебя? Мне 73 года, он говорит. И мне интерес не прекращается. Я не понимаю людей, которые по разным бабам-то идут. У меня одна жена всю жизнь, я участник Великой Отечественной войны. Ну ладно, первобытный человек, нужно было размножаться, много погибали. Он по-своему все объясняет. Но он мне запомнился, я его записал. Запись совершена была. А брали у него интервью. Нет, он запомнился этим. Он интересный, надо жить интересно. Как это может жить неинтересно? Ну самое простое дело, что ты делаешь, ты что-то сделаешь. Вот у нас сидит Любовь. Она же... Куриста сколько держала? Ой, тут забыл. Понятно. Шесть больше пород. К ней придешь и подивишься сколько. Сидит человек интересный, да, интересный. Все время что-то там манипулирует в огород, в огород там пойдешь, все разное. То есть посмотрите, какая интересна Серафима Гавриловна у нас. Народ-то собрал такой интересный. А если ничего не знать, уткнусь в свою чашку и чахкать там всю жизнь, и что у тебя будет? Ты делай такое дело, не придумывай его, оно само на тебя придет. Интересно, стильное, красивое, полезно для людей. Я даже не подумала, что это как-то интересно. Вот так. Еще раз говорю. Мы высчитали, этим интересно. Раскрасили гиста водорега, цветные сделали. Интересно. А было, не было. В интернете сейчас ссылаются на гиста водоры, вот это вот, только на наши. Это мы сделали. Это впервые за 180 лет. Некоторые, правда, пропущали, а вы его разрешение брали. Он согласен. Конечно, он согласен. Он хороший был. Девятнадцатый стих. Итак, кто нарушит одно из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворительно научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Толкование. Малыми заповедями называет не заповеди закона, но те, которые он сам намеревался дать. Малыми же называет их по смирению, дабы тебя научить невысокомудрствовать в учении. Малейшим наречется в Царстве Небесном. То есть, тот, кто сам не исполняет заповедей и учит других, не имея дел, воскресенье окажется последним и будет брошен в гиену. Не думаю, что он войдет в Царство Небесное. Нет, в Царство Небесное не войдет тот, кто учит других, сам презирая и попирая заповеди. Но под Царством, разумеясь, здесь воскресенье. Наперед сказал, сотворит, а потом уже научит. Ибо как мне другого вести по пути, по которому сам и не хаживаю? С другой стороны, если я и творю, а не учу, не буду иметь такой награды, но заслужу даже наказание, если не учу по зависти или по левости. Вот это местописание еще ни разу не исследовал ни одного из сектантов, кто бы мог растолковать. Ни одного. Малейшими заповедями называются заповеди блаженства. Малейшими, то есть юнейшими. Да у нас есть младший брат или меньший брат. На Давида говорили, меньший. Не ростом меньше, а самый молодой. У вас самый молодой кто меньше? Степа. А если он вырастет сейчас, сколько он остается? Меньшим всегда. Хотя бы было ему 30 лет, он был выше всех ростов. Он позже всех родился. Заповеди только что пришли. Теперь, блаженны ищи духом. Ибо их царство небесное. Кто не исполнит ее, и других еще так научит. Ну, малейшим все-таки в царстве Божьем будет. Он говорит, нет. В царстве Божьем означает на суде Божьем. Царство Божье без Христа царя не бывает. Когда он придет, он будет назван меньшим. Неспасенным. Да как не спасем? Написано спасется. Спасется от уничтожения. Он не спасется, потому что он нарушал. Не был плащущим, не был кротким, не был смиренным. Ну, 9 заповедей блаженства. Поете в церкви. Блаженны ищи духа, блаженны ищи духа. Блаженны ищи духа, блаженны истинные правды ради. У тебя нарушены одну малейшую заповедь эту, юнейшую. То есть недавно с Христом, которым он готовился сказать. И не исполнил, а где он будет? Ну, я садил нарушитель, воду будет. Понимаете, толкование святых отцов – это ключ к уразумению Священного Писания. Сектант даже вздевается. Что? По вашему толкованию ваших отцов выше Священного Писания? А почему решили? Ну, вы говорите, толкование важное. Я говорю, толкование на Священное Писание. Вот. Писание и толкование. Это выше, чем сама Библия. Выше. Почему? Потому что она не растолкована, здесь растолкована. Не толкование отдельно, а Библия с толкованием. То есть, на одном толковании как может быть его? Непонятно, а чего он толкует-то? Вот это место – мертвая зона десектантов. Всем до единого. Двадцатый стих. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Толкование. Под правду разумеет всякую добродетель, подобно как в словах. Ио уже был истинен, праведен, непорочен. Книга Иоова 1.1. Итак, вострепещи человек при мысли о том, сколько от нас требуется. Затем Господь научает нас, как нам превзойти книжников и фарисеев и исчисляет добродетели. Чего тут непонятно? Объясните. Вот когда дома читаете это место отдельно, чего непонятно? Или все понятно? Тут еще раз, прочитай самое сущее. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Значит, нужно знать праведность книжников и фарисеев? Допустим, вот она развернула. А ты должен выше брать. Праведность у нас на книжниках и фарисеев. Ее надо знать и превысить. А не так, что а, фарисеев и книжники, это плохо. А зенозаконник и книжники. Царство Божие подобно книжнику, которые сокровища вносит старое и новое. Превзойти. То есть, знаю, они поселись, они там делают, а ты сделай больше, выше. 21 стих. Вы слышите, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Книга Исход, 20.13. Толкование. Показывает, что закон отменен. А если отменен и почти уничтожен, то его должно оставить и поспешить к новому. Растолковано все. Что здесь не понятно? Тогда вопрос, а зачем он растолковывал это? Феофилат. Когда он толковал, он был дьяконом. Всего лишь дьяконом. Архиепископом потом его поставили. И никто до него этого не делал. По порядку, он делал златоус, он решил выбрать более кратко, самое ценное, что есть, потому что у него очень пространное проповедие. И дать людям. И получилось у него от Матфея до и евреев. С евреями вместе послание. Впервые в одном комплекте. Вот у нас вышло впервые совсем новым заэтом с откровением. С откровением вместе в одном издании еще никогда не было. Что удивительно. Весь новый заэт с толкованием, вот так как у нас трехтомник, никогда не оправили, я его вообще не встречал и не слышал. Но у нас очень подробно. Толкование откровения 430 страниц. Это по всем святым отцам отец Геннадий Пас выбрал. С опровержением самых современных сектанских толкований. Дальше. 22 стих. А я говорю вам, что всякий гневующийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону. А кто скажет безумный, подлежит геене Волгиной. Пророки, приступая к излечению пророчества, говорили. Так говорит Господь. А Христос, показывая себе Божественное полновласть, и говорит. Я говорю. Те были рабы, а Он Сын, имеющий все, что принадлежит Отцу. Кто гневается на брата своего, тот будет осужден. Но если кто гневается справедливо, для вразумления и по духовной ревности, тот не будет осужден. Так апостол Павел гневно говорил Елиме Волгу и Пересвященнику, впрочем, не напрасно, но по ревности Божественной. Напрасно гневаемся мы тогда, когда гневаемся из-за имения, из-за чести и из желания отмстить за себя. Причина, кажется, гнев вложен в человека. Но нужно знать, где им воспользоваться. А такое бывает, вот это здесь. Ему хочешь, что делай, все равно. Как молния гнилой пень. Никогда не зажжет. Оказывается, гневающийся напрасно. А гневающийся можно? Да, можно. А как? Ну, против неправды. Ты ревностно скажи, чтобы почувствовали. Апостол Павел, как Елиселимый разговаривал в Волгу? Тут на это пример дается. Как он разговаривал с павшим, прелюбодеянием, коринфянным. Таких моментов было много. А все ли апостолы так поступали? Я вот насчитал жития святых, и он, а митрополит киевский. Отличался от всех. Вот кто-то что-то сказал, там взял, он помолился. Готово дело, помер. Он помер или вообще, Есено заболел. Его боялись. Он любое слово сказал, и все направлены были на то, чтобы человек осознал это. Люди иногда не понимают этого. Вот у меня была одна прихожанка у нас. Ой, пришла, не могу. Муж как озверел. Ну, гонит и ломает, и иконы выбросил. Ну, помолитесь о нем. На занятия ходит. Я помолился. Она приходит через водя, говорит, помер. Не болел ничего, внезапно помер. Другая подходит и говорит. Мотя, еще не лучше, помолитесь о нем. Я говорю, что он духовный киллер, что ли? Помолитесь, чтобы ион умер. Ну, помолился. Она умер в уши, умерла сама. Оба умерли. Но я не иона. Ион умер не на завтра. Ты молись, Господь может остановить. Он молился, и была преграда. Кто-то выступил на защиту. Прямо подходит и помолитесь, чтобы мой муж умер. Я говорю, я буду молиться, чтобы он обрисовался, покаялся, не погиб. О смерти ни одного человека никогда не молился. Она бывает молится о себе, пошли мне смерть. Видимо, обстоятельства такие. Я еще не молился. Говорит, насытился жизнью. Я еще не насытился. Я целыми днями там трясусь с этими прудами-то. И каждый день наказываю, ребята, братья Никита, Володя, смотрите, что дальше делать. Я с ямом еще умру, чтобы вы знали. Вот. Володя показывает, где что взять. Где инструмент. Где положили. Вот они прячут инструмент. Уходим когда. Иди второй посмотри. Что с ним случится. Где мы его? Остались без инструмента. Мы должны маленько вперед смотреть. Жизнь и смерть и власть. Власть им только Бог. Но не мы же это делаем. Ну, просто когда реально тебя насмотришь, у тебя другие слова будут, другое поведение, другое отношение. Совершенно невыполнимое. Совершенно невыносимое. Помолились, и вдруг как-то разведрилось. Солнышко проглянуло. Рока значит тоже, что ты. Поскольку презираемый нами человеком, мы обыкновенно говорим, поди ты, то располагает нас не оставлять без внимания и всего маловажного выражения, и уважать других. Некоторые говорят, что рока сирского значит гнусный. Таким образом, если кто станет поносить брата своего, называя его гнусным, то будет подлежать суду собора апостолов, когда они сядут судить двенадцать колен. То есть брата и несправедливо. Христос сам говорит, не говорите никогда никому безумное. А сам говорит, безумные и слепые. Что важнее, храм или жертва? И опять, безумные и слепые. Сказал безумный, сердце своем нет Бога. Если нельзя, то что нельзя. Несправедливо. И по отношению к брату. Иоанн Златоуст говорит, кто говорит, что Бога нет, это не безумный человек, а безумнейший из безумных. Вот и все. Вот не понимая смысла, захватили это слово, а вот вы говорите, это безумно, то поступает так. Ну безумный, то есть ума в нем в этом нету. Нету, он движется к какой-то другой силе. Но так как это очень опасное слово, старайся его не употреблять. Потому что не дано разумение, где можно, где нельзя. Чтобы не ошибиться, лучше не употреблять. Я вот так понял. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Некоторые признают этот приговор слишком строгим и тяжким, но не справедливо. Ибо не достоин гиенет тот, кто лишает брата разума и смысла, чем мы отличаемся от животных и словеских. Кто поносит и бесчестит, тот прекращает любовь. А с прекращением любви уничтожаются и все добродетели. Подобно, как при любви все они в силе. Итак, поноситель, прекращая любовь, прекращает все добродетели, и посему справедливо подлежит гиене огненной. Неразумел я. Был как скот. Это человек сам себе выносит определение. Запротиво безмерно, обширно. А я неразумел ее. Неразумел ее, но отсюда вывод, кто ты? И животное, притом дикое. И как апостол Павел называет, дутые волки. Это очень бешеное, с которыми встречаться очень опасно. И кому это говорит? К священству. Ну, один раз я это услышал, говорю, ой-ой-ой, куда я попал, я священник, когда можно ли спастись? Тут бы день и ночь всех умолял, помолитесь обо мне. Да не будет со мной этого. Да не это. Не будет этого, если ты будешь поступать, как Христос заповедовал. А сегодня бывает, жизнь проживет человек и не задаст себе даже вопрос о защите, взялся за то, что не по плечу. Были советники, и очень редкие, такие, как нафан. Я просто в истории мало нахожу таких людей, которые не боятся гнева царя. Он прямо пришел и говорит, а речка была одна, а у того табун целый, и он, гость, пришел, не заковал из табуна, а одну отобрал. Как царь возгорелся сразу, он должен пять вещей заплатить. Давыд забыл закон и смерть ему, но за это нет смерти, такого закона нет. И он сразу, это ты! Вот царь сразу и сел. К тебе похоть пришла этот гость. У тебя столько жен, а у того одна. И он за тебя сражается на передовой. Это гвардия его была. Все согрешил я. И Бог просил тебя. Ведь вот, когда во все это обникнешь, место-то не остается твоему я, твоему научению. А чего ты гневаешься? Он меня обозвал, сегодня на меня священник один навалился, такими словами, поносит. И за счет, ты думаешь, извини, какие-то сватают его в монастырь и в священники. А я батюшке все рассказал, он мне как раз такие и нужны. Вот. Прямо меня поедом заедает, какими только словами не поносит. Я ему ответ сегодня даю. И от меня выманывает его. Во-первых, нашел, и тайно за моей спиной ему наворачивает, говорит. А, Никита меня нашел, я его не искал, он просился, я его не пускал, я все это разложил по полочкам-то. А ты сам залез в мой огород, когда меня дома нету-то, и в моей общаре шаришься, волк лютый. Он ко мне приехал, не к тебе, а он тайно, вот давай. А к себе в дом ты не пускают, а ты в моем доме живешь. А вот там, Казанский, Алексеевский монастырь, в Томске, тебя туда, можно пока, в семинаре недобор, всего шесть человек, и тебя в семинаре примут, его в семинаре примут. Он гвоздь забить не знает, как не знает, как его выпрямить, как копать. Он сейчас уже все в этом научился. Естественно, что это непростое дело учить. Учить 26 лет, это не 12 лет ребенка, и то уже поздновато. А я руки не опускаю, тружусь, а он, а он меня поносит, а он меня костереет, это не духовно, там, какими словами. Мне никакого дела до этого нет, совершенно. Я ему объяснил, почему-то такое самое жестокосердное, самое непокоривое священное сословие. Это нам вся Библия об этом кричит. Тебе надо плакать и молиться. Если больше сейчас священников будет за пределами спасения, погибая, златоуст говорит, ты день и ночь проси других за тебя молиться, не гордись. Не гордись, но бойся. А он упивается властью, я упиваюсь властью. Какая у меня власть? У меня власти вообще никакой нет. Я работаю с рабочими вместе. Весь в глине, торчу, таскаю. Он не знает, что сказать, он не понимает. Ты можешь делать, что-то говорить ему с моего ведома. Он ко мне приехал, а именно он за кулисами там с ним переписку установил. Я говорю, собирайся и езжай, а что я пойду? Зачем я туда не приезжал? Он сюда приехал. Нелегко ему? Да, непросто. Непросто, но это работа. 26 лет совершенно человеком никто не занимался. Вот и вот я тебе я писал и оживотворяю тем, что происходит в моей жизни. Оно живо и действенно. А не то, что я научился на Иисусе, теперь словами бы разбрасывался. Считай. 23-24 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и войди прежде, примирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой. Толкование. Бог отказывается и от собственной чести, лишь бы мы хранили любовь. К словам, брат твой имеет что-нибудь против тебя, не присовокупил еще ничего, справедливо ли или несправедливо имеет, но он, примирись. Притом не сказал, если ты имеешь что-либо против него, но если он имеет нечто против тебя, постарайся примирить его с собой. А дар повелевает оставить для того, чтобы поставить тебе необходимость к примирению. Ибо ежели при всем пожелаешь принести дар твой, то по необходимости ты должен будешь примириться. Но с ним вместе показывает и то, что любовь есть истинная жертва. И начинает этим играть. Вот блажение давать, то есть лучше многое, чем брать. И подходит она и говорит, ты веришь в эти слова, поэтому давай мне, чтобы тебе быть блаженным. Давай. А какие ваши потеряевские жители приезжают, до сливки продают. Почему они дарм не отдают? Чтобы дарм отдавать. Вот как еще. Какая-то кардинальная. Я его это знаю. Вот. И здесь. Он имеет против тебя. Так, ты знаешь, я на тебя и верю. Ну, прости. А я не прощаю, ты молиться не можешь. Ну, это уже он, просто писание возвращает. Я прошу тебя прощения, прости. А сколько раз я должен прощать? Ну, написано до седмижности, то есть 490 раз. А это означает бесконечное. Еще. Ну, так написано. Ты по отношению кого-то к себе скажи, я не прощаю или я имею и не могу молиться. А зачем? Я на тебя имею, поэтому на колени передо мной. Я на тебя имею и ты не можешь молиться. Мы наконец доигрался, убили. вера монах. Он играл этими словами. Я не связываю их, но это из его биографии. Он против был убийства своего, плакал, его зарезали. А он манипулировал такими словами. Он прочитал и все. Передо мной на колени. Я на тебя имею, ты молиться не можешь. А то лично не под отношение кого, а под отношение к тебе лично. Проверь, он на тебя имеет. Имеет, да, имеет. И батюшка поклонился брату Павлу, просил прощения. А он не прощает, ты свободен. А он никаких шлангов теперь уроет, он без конца будет, эти яблонки сожженные. Там ничего нельзя сделать. Если возможно, с вашей стороны, Павел говорит, будьте били со всем, если возможно. А тут нет возможности. Он пропил мозги. Пропил. Я сейчас не знаю сколько, но говорят мозговых клеток за одну пьянку отмирает несколько сот тысяч клеток. Он тогда еще спрашивает. Пойми, с ней схожи, я не обижаюсь. Да я не обижаюсь. Ты не имей, а другого этого не требуй. Ему скажи, что ты меня обвинил и ладно не будет. Дабы не было препятствия молитвы. Главное условие. 25 и 26 стих. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не верил бы тебя в пельницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего квадранта. Толкование. Некоторые думают, что соперником здесь называется дьявол, а путем жизнь. И что Господь внушает следующее. Расчитайся с дьяволом, пока ты находишься всей жизнью, дабы впоследствии он не стал обличать тебя за грехи, как бы присвоившего какую-нибудь его собственность. Тогда предан будешь наказанию, пока не изгладишь и последних. Самых малых грехов, ибо кондрат равняется двум летам. Но ты разумеешь, что Господь говорит это здешних соперников, научая не судиться и не переставать делать дела божьи. Дела божьи. Если тебя и обидят, говорит, не входи в суд, но помирись на пути, дабы при представлении соперников сильного оправдания не потерпеть тебе чего-либо худшего. два толкования дают. Первое, что соперник дьяволу, а другое, что просто любой человек, который ходит с тобой в контакт. Ну, а какой лучше? Ну, допустим, о дьяволе. Мирись. Нигде в Библии не сказано мириться с дьяволом. Нигде. А написано сошло он к вам в великой ярости ища его поглотить. Итак, сокрушит под ноги, с ним мира никакого нет. С сатаной не надо только бороться, его надо все время побеждать крестом Христовым. Побеждать. А тут написано мирись с соперником. Ну, это монахи толкуют так. Соперник это человек, но они большую часть толкования идет на дьявола. Мы молимся не примирись с сатаной, а примирись с врагами моими. А сатаной как? Избави от лукова, избави, как избави? Отгони его, не допусти, порази. Так что первая часть толкования, оно не находит оправдания. На страницах писания, хотя блажен на фефилах это берет. Когда идешь до пути, в этой жизни мирись с соперником. Дьявол. Не надо мириться. Просто вышвырни его все. Будет он доволен тобой, конечно. 27-28 стих. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Книга Исход 20-13 Толкование Иное дело прелюбодейство, иное блуд. При любодеянии есть грех замужний, а блуд со свободным. Кто останавливается, сматривается и зрением воспламеняет похоть, потом снова смотрит с большим желанием удовлетворения похоти, тот уже совершил грех в сердце своем. Правда, он не исполнил его дел, что-то того, он не мог, а если бы мог, то тот, что сделал бы грех сам делом. Впрочем, знаю, что если мы когда-либо восчувствовали похоть, но встретили препятствие к удовлетворению ей делом, то это явный знак, что нас сохранила благодать. Так и женщины, украшающиеся для того, чтобы понравиться кому-нибудь, грешат, хотя бы и не понравились, ибо они уже сделали напиток, который остался без действия только потому, что его никто не выпил. Вот красота, вот открытые груди, вот поднятые юбки. Я сегодня говорил, при мунице, как у нас здесь, юбка пополу строится. Совершенно другой человек, выходит отсюда, сантиметров на 30 выше колен. Зачем? вас, учителя это касается, Василиса и Зависи. Конкретно. Для кого она это делает? Я уже говорил. Понимаешь, выше колен на 30 сантиметров почти. Зачем? Ответа-то никакого нет, кроме того, что мир, мир. Ни одной мусульманки мы не видели, чтобы такая была униюбка. Ни одной. Нигде в республиках Российской Федерации. Ингушетия, Алания, Дагестан, Чечня. Все они выглядят по-другому. Маленькие девочки бегают, как они одеты цело. Это целомудренное одеяние, независимо от того, что у них внутри. Внешне уже располагает к размышлениям. А у нас они, священники когда-то вообще никак не говорят. А у них смотрят. Они говорят, проповеди. Выступают шейхи, мулы. Надень хиджаб, сестра. Ты мусульманка? Надень. Ей с детства вдалбливает это. Я рассказываю, ролик поставил. У нас за 2000 лет такого не было. Она готовится к свадьбе. И в это время нужно обследование провести, девушка она или нет. А она, видно, что очень стеснительно, она плачет. Взрослая девица-то. Они уговаривают ее. Врач пришел. Но в другой комнате одна. И, видимо, осмотрели все-таки ее. И она уткнулась, оплачет. А они, тетушки эти, все обнимают друг друга, целуют, что сохранили мы ее. У нее теперь свадьба, теперь все проще. Они просто все влекающие. У нас это немыслимо даже. Все беспризорно, где попало, ходят. Это ролик выставленный. Не это в Европе, а в Таиланде, кажется. Видно, что они очертание лица не европейское. И как они обнимают друг друга, поздравляют, праздник устроили. Почему? Она девственница. у нас вообще это не ставится никак. Даже не намекают об этом. Да у нас Христос все просил. Ну просил-то, просил, но ты маленько-то думай. Разве-то они так заботятся, разве нам не привез, чтобы наши начали заботиться батьки? Это же неплохо. Да, у них там меняют жен там по четыре. Это другая сторона. Я говорю о том, что до замужества как они хранят. Почему мы не берем пример? А можно ли это? Нельзя. Не сделают. Попы все оправдают, любой беззаконие. Их всех уже по 90% тому кубы можно называть, приходят которые в храм. Вот и весь сказ. Когда Максим-то Степаненко сказал об этом, что одинокое наживайте, все они такие, как его начали, в разнос пошло. И архиерей его снял, и хрещение принимал. Председатель миссионерского отдела Томской епархии. Надо брать доброе отовсюду. Смотрите. Какие отношения, почему, как. Я как-то одно время призывал вас прослушать людьми, мило плях говорит. Между нами девочками, кажется, разговаривают там, где анрас, если слышала, у меня ролик стоит, и как приходит, которая, муж живет, с ней уже пятеро детей, и ей отдельно, наиск, священник, она не священник, ей говорит, я взял, она не девушка была, это обман был надо мной произведен, она не сказала даже, живем мы хорошо, но у меня все время горький осадок. И он ей рассказал, в другом месте, другой, и она говорит, я-то думал, он так же себя берег, как я, оказывается, не такая, а как живете? Да живем, но все время какие-то у меня подозрения, понимаете, это все накладывает отпечаток. Почему мастер-мане это узнали? А вы не боретесь? А вы мастер-ман хвалите. Я еще мастер-ман хвалю, я же не говорю, что они говорят, Христос не воскрес, я их не поддерживаю в этом, он воскрес, я говорю о том, как они хранят. Хранят. И вы себя так же видите, никогда грудь не оставляют открытой, нигде, вот, вот видишь, как застегнут воротник, у тебя должны быть всегда застегнуты. Чего ради сюда воротник-то пошел стрелкой между грудей? Ну сколько раз, даже у нас деревня-то есть, я показываю, она не верит. Я говорю, да вот фотография. Дух, у меня, мне платком закрыто. Да не платком, выничтожите платья. Пальто вот так, может быть, а здесь не может быть, вот застегни, вот так, чтобы было. А нет, надеть вот так, чтобы благобразно было, как одеты. И не один день зато дома. Многие ли одеваются, похоже, вот двое-таки сидят. Видишь как? Красиво, да? Очень. Очень. Я у казахов делал птичьи. И в итоге я бы еще узнал, так эти советские-то они, мусульмане-то по названию одному, а они держатся. И говорят, а у нас порядок такой. Вот если она замуж вышла, солнце не должно видеть волосы, ее чуть-то спрячет. Я говорю, а ты какие-то шапочки называли шашмура. Нина, я правильно говорю? Вот так. И никогда не было. А тут седые волоса торчат. Зачем? Да какая разница? Вот в том-то и дело, что тебе уже разницы никакой нет. А учить-то как просто. Мама нам говорила, плясать будешь, будешь на огненных гвоздях плясать там. Галстук будет, тебя подвешивает в воду, будешь плясать, а внизу змеи кусать будут. Она как могла объясняла, лицевая книга. Устанавливаться. Книжки, старые, нарисованные. Я вспоминаю, ей 13 лет, девочки, она за водой побежала. А щелок сполз, отец остановил, и верлись. Под тени, носки там, колготки, ну, пап, ну, неужели так это важно? Важно. Ты будешь вся спасена, и это место будет гореть. Тебе понравится, нет? Ты в колодку побежала, тебя могут голую ногу увидеть. У Виктории Юго пишет такое. Она садилась в кабриолет, кабриолет это, ну, особая, телега такая, как кибитка-то. И она подняла по дому, не видела, там никого нет, подняла по дому, чуть-чуть, чтобы на воду шагнуть, и не на по дому наступить-то. И когда садилась, обернулась, увидела, что там офицер, вдалеке стоит. И она до самой смерти, когда вспоминала этот момент, сдорогивала. До самой смерти. То есть, это был другой народ. А сейчас, я сколько раз об этом говорю, ну, оденьтесь прилично, оденьтесь. Ваши дочери с вас пример берут. Вам понятно? Я уже с вами не один раз говорил. Груди закройте, самое ценное. Закройте. Сделайте, чтобы ошейник вот так был, ошейник. Вот. Вот так называется, вратичок. Вот так, чтобы везде было. А не то, чтобы платочка закрылась, наклонилась, и все, бедать. Вот недавно она молится у нас. Наклонилась, и вся шея, все на беду. Я говорю, зачем тебе это? Не надо этого. Надень платье, какое надо, надень платок, тем более в храме. А имеет это значение? Имеет прямое отношение к внутреннему состоянию. От избытка сердца, говорят, устар. Ты знаешь, что такое? Это язык, лопата, который из ямы, изо рта выбрасывает то, что уже не вмещается. Вот объясняют как. Так и здесь. От избытка сердца, одеяния твоего, сердце тебе подсказывает, надо вот так. Ты приготовила лекарство, яд. А его никто не выпил. Сядно ответишь, что тебя мужчина не схватил. У вас что, сейчас заняты? Да. По всей вероятности. Все, 59. Благодарим Богу. Может, вопросы есть какие-то? Сегодня в пятницу приезжали гости, может, расскажете, чтобы люди знали. Так, и в гости. В пятницу люди приезжали. С мамой. А, ну, ты же знаешь? Так вы знаете. Ну, я тут знаю, а люди-то не знают. Приезжал главный врач и заместитель главы района по соцзащите. Вот сейчас программа вышла такая, что больница на дому. То есть, села, где менее 100 жителей, чтобы они берут их, как бы, под контроль, эти села. И вот в это число попало наше село. То есть, у нас меньше 100 жителей. То есть, будут где-то на дому, ну, как мини-пункт, медпункт. То есть, там будут первые средства необходимые при оказании помощи какое-то. Отравление произошло там, или рану получил, чтобы замазать, залепить чем-то там, что-то еще. Так что, это определили, будет у Елены Анатольевны на квартире. Вот они там дадут какие-то эти, ну, брошюрки там и прочее. Первые там лекарства какие-то необходимые. Ну, так вот и все. Ну, побеседовали здесь, провели, показали школу здесь. В храме побеседовали, там я на каких-то дни побеседовал. Уехали они довольны, хорошие, и мы довольны остались. Ну, и все. Больше и так ничего нет. Ничего они не привезли, сказали, что будет, потом привезут что-нибудь там, дадут. Все. Спросили, как мы обслуживаем, обслуживая болезни. Мама, Анатольевна, или в Варнаул. Нам в Варнаул легче добраться, чем Мамонтова. Ну, и все. На этом мы распрощались. Все. Пусть и Господь. 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 Сущею Богородицу Тебе и Псёне. Сущею Богородицу Тебе и Псёне. Скромные люди. Молись, Батюшка. Благодарим Тебе, Христе Божий, наш за Твою милостью к нам ищет Бог. И Господи, будь милостив к нам грешным. Открой сердце Аншим для принятия того, что слышали, и не только чтобы быть слышателем, но и исполнителем Слова Твоего. Тебе слава, благодарение, честь и поклонение Тебе, и Отцу Сыну и Святому Духу ныне приснили на них и дуков они. Слова четырёх? Да. Я снял. Выключай, ничего у тебя нет. А, переключилось.